Продолжение следует... — Понятно. — Понятно. — Да. — Все. А чьи родственники известных людей с вами воевали вместе или служили? — Известных людей не с воевали, не служили. Замком Брига мой командир роты, ну, замком Дива находится на Украине, как бы. Ну, командир роты мой. Потом с роты, с кем я служил, с рот, с роты тоже служат. Ну, знакомые друзья здесь служили. Ну, уже большая часть из них нету живых. Уже они 200-ми. — Где они служили? — Также в Новороссийске, 107-я Гвардейская десантно-сумовая дивизия, 108-й. Полк. На 20-й заставе они стояли, но уже, как мне сказали, там больше половины нету. — А я имею в виду известных людей, которые вот у вас там по телевизору уступают. Может быть, там Маргарита Симоньян какой-нибудь, там, или там Скобеева, или... — Нет-нет-нет, таких не слышал, не видел. — Попова этого, Соловьева. — Нет, таких не видел. — Не служат их дети, да? Странно почему. — Включи свет, будет чуть лучше. — Странно, а чего вот они не служат? — Ну, потому что, наверное... — Светом ничего не поменял. — Ничего не поменял? — А светло? — Ну, наверное, потому что, все-таки, зачем кушечное мясо, если есть для этого обычный народ, то зачем идти туда? — Именно так критически интересно. — Зачем? — Ну, я просто... — Зачем? Я просто пробыв здесь небольшое количество времени, я понял то, что совсем по-другому, что рассказывается в России, и то, что... Свои собственными глазами я увидел здесь. — Давайте тогда с этого и начнем. Что рассказывается в России? — Ну, в России рассказывается, что все хорошо, что войны так таковой нету, спецоперация, стоим мы на заставах. — То есть потерь нет? — Потерь нету, потери очень минимальные, что со стороны Украины, что со стороны России, потери минимальные. Все идет своим чередом, что это все договаривается мирными путями, по договорам. Вы туда едете просто, как бы, защищать мирный народ, не стрелять в граждан, не стрелять в военных, никого вы не стреляете. — С кого знает, что вы прямо? — Ну, я думаю, нет. — Вы не звонили мне? — Нет. И... ну, начну с самого начала. Как получилось, как получилось мое путешествие? — Что из-за этого неправда? — Что из-за этого неправда? Ну, то, что здесь, как бы, стреляют по мирному населению. Стреляют в мирный народ. Стреляют также и военных. Что это полноценная идет война. То, что тут, как спецоперация, тут и не пахнет, что это спецоперация, обычно спецоперация. Которые, там, зашли, защищаем мирный народ. По моему мнению, Республику ДНР и ЛНР просто за ее подвисли в невесомости. Она висит. И она сейчас, на данный момент, я так понимаю, никому не нужна уже, получается. — Почему это не нужна? — Ну, в Украине? — Ну, может быть, Украине нужна. Но так как, каковой России, как они под... Ну, по мне, так это предлог был — зайти сюда, на Украину. Это полный был предлог — зайти России на Украину, чтобы уже дальше, ну, своими путями уже завершить свои дела, что они хотели здесь. Ну, в принципе... — Мне нечего спрашивать, мы сами все поняли. А когда это к вам пришло, это понимание? — Это понимание пришло мне, когда я очутился на Украине. В Украине, извините, пожалуйста. В Украине я очутился. И когда попал, уже, грубо говоря, в плен, и когда отношения... Когда я сидел и тем людям, которые меня взяли в плен, когда я им говорю, что... Ну, честно говоря, вы люди. — Ну, ладно. — Вы люди. Ну, потому что нам рассказывали же, как в России по-другому. То, что тут больше животные, которые убивают, насилуют... Извините за выражение, там, провоцируют людей, мирный народ провоцирует на... Ну, на все остальное. — Как вы себе это представляли? Просто... — В голове? Ну, в голове как себе можно представить? Как по телевизору нам показывали, как выходят бандеровцы, выходят националисты, которых фастиков, наколки, вот и все, что они... — Что они делали? — Держат страхи весь, как получается, как, грубо говоря... Как террористы держат страхи, вот как в Дагестане, как было, когда служил срочку. Приходили домой мирные населения, ну, получатся террористы, и говорили, что что-то там будете делать, там, мы вас вырежем... Ну, это другое. — Это другое, да. — Это другое, да. — Ну, такое я и представлял, что здесь она такие есть. — Подождите, а у вас в России вы людей со свастиками зигующих и все такое не видели, что ли? — Ну, до этого нет. — Не видели? — Ну, свастики, в смысле, немецкие флаги, вот такое вот что, да. — Ну, свастики, татуировки свастики... — Татуировки видели, свастики, ну, как бы... — Там русский марш, например, там проводится, где там зигуют, там много чего. Те же футбольные фанаты. — Те же футбольные фанаты, да, это около футбола есть такое. — Да, ну, так они же есть в России, чего вы думали, что... — Ну, тут же как все по-другому описывается, уже как в России описывается, что эти люди просто истребляют украинский народ, и вот мы едем... — Я же об этом и спрашиваю, давайте, по полкам, ультраправые есть там, и ультраправые есть здесь. — Ультраправые, да. — И там, и там, везде есть ультраправые. — Ни в семье, ни без уродов. — Ну, я не знаю, кто там их считает уродами, не уродами, это уже ваше личное право. Но, вы же должны себе как-то представить, что они конкретно ходят и истребляют мирных жителей. — Вот это и представлялось в голове, то, что вот именно вот так оно и происходит. То, что они идут за свой мирный народ, начинают как-то выполнять, вытеснять, особенно на республику ДНР и на ЛНР. — Я понял. А что в это время делает правительство, там, Владимир Зеленский, президент, аппарат там президента, этот, Верховная Рада, министерство, полиция, армия? — Ну, у нас это, у нас поделизор показывал это так, что это все делает Зеленский, специально делает, ну, вот как бы он это делает. — Зеленский тоже. — Ну, не Зеленский, а то, что вся Украина делает, западная Украина, это все делает, получается. Правильно, что я имею в виду? Западная Украина. — У Украины тоже есть, там, Запад, Восток, Юг, да, ну, допустим. — Рассказывали то, что никогда в жизни, то, что западная Украина никогда не была друзьями, получается, с восточной Украины. Всегда всю жизнь они, говорит, то, что враждовали, и из-за вот этой всей вражды начался, ну, весь этот сыр был. — Где я вас повезу во Львов? Погуляете по городу, возьмете кофе на русском языке, спросите, как куда-то пройти, пройдете, никто вам ничего не сделает. — Ну, у меня как бы такого желания нет, я вам верю, в принципе. — Не, не в форме. — В форме, конечно, бы не хотелось, потому что я уже понял отношение по форме. — В форме будет плоховато, да, это правда, это правда, причем не только во Львове. — Просто вся Россия настроила против себя, я скажу вам так, весь мир. И бывает мне просто стыдно за свою нацию тем, что, как бы, я не знаю, просто... Меня хотели тоже, когда в плен попал, хотели провести по улицам даже Николаева и просто показать, как вот... — Ну, Николаев прекрасный пример, между прочим. — Мирный, мирный. — Бомбят Николаев с утра до ночи. — Да, то, что как бомбят, хотели показать, вот как это все происходит. — А говорят там в основном на русском языке? — На русском, со мной разговаривали все на русском языке. — Да. — Все на русском языке. — Я думаю, за время плена на украинском с вами, наверное, может и никто не разговаривал. — Мало людей, очень. Со мной лично никто вообще не разговаривал на украинском языке. Потому что тут как бы все... Нас покормили. Сразу нас, даже когда нас ввели в плен еще до, не дойдя там до опорного пункта со стороны Украины, нас уже дали сигареты нам, дали попить. Я не знаю. Так как я попал вот в Украину, нам первым делом, что я спросил на полигоне, я спросил, говорю, мужики, мы ехали с полка, говорю, 15 часов, говорю, вы дадите что-нибудь покушать? Подождите, подождите. Ладно, прошли сутки. — Это ваши вам говорят? — Наши, да. На вторые сутки я подхожу, говорю, мужики, мы ехали 15 часов, сутки пробовали уже, говорю, здесь, говорю, можно что-нибудь покушать? Дайте хоть сухпоек. Он у меня прямо в голову говорит, слушай, уважаемый, ты куда приехал? Ты приехал на войну. Что добудешь, то и ешь. — Ах, вот так вот. — Даже были такие слова, как бы, ну, поэтому и... — И что вы поели в итоге? — И что вы добыли? — Добыли. — Где вы добыли? — В итоге мы приехали, ну, в итоге через, получается, полтора суток нам привезли со столовой кухни, ну, получается, с полевой кухни нам привезли по тарелке плова. По тарелке плова и по соку, по два сока нам дали выпить, и все. Загрузились на БМД и поехали на опорные пункты. Ну, на НП. — Вторая армия мира. — Вторая армия. — Что меня еще смутило в самом начале, когда, получается, 25 июля я подписал контракт. Ну, в надежде то, что я в ближайшее время уеду уже, ну, в Украину. Начали получать экипировку. Ну, в экипировке мне дали только берцы. И дали... А, ну, дали еще разгрузку. Дали, ну, ратник, рюкзак такой называется. В нем идет разгрузка, уже под гранатники, ну, там такое. А я говорю о форме. А форма, извините, осталась 56-го размера. Формы нету. — Это там в полку? — Это в полку, да, где я служил. — Вы раньше служили в полку? — Я там служил в полку, да. Ну, спустя вот 10 лет после срочки я просто был в ужасном шоке из-за изменившихся обстоятельствами, как просто полк, ну, потихоньку-потихоньку спускается не вверх, поднимается, как элитные войска, вроде десантные войска должны быть элитными. А он опустился. — А как он называется полностью? — Ну, вообще, это дивизия, 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. А вообще, это 108-й десантно-штурмовой полк. С воинской часть 42-090. — Либо должна быть элита? — Она всегда была элитой, это десант, она всегда... — Подвините, чуть-чуть. — Десант всегда был элитой у нас. И, по крайней мере, там, когда я служил в 10-11 год срочку, там всего хватало, все был. Командир дивизии, командир полка был мужик настоящий, который всегда делал для народа. — У вас появился там прапорщик с пиздяем. — С пиздяем. — С пиздящих. — С пиздящих. — Ну, это четко, это точно знаем. Ну, а что с формой по итогу? — Форму по итогу, по итогу, 25-го числа они мне говорят, — Говорит, у вас в списках нет, вы можете... Ну, я же думаю, сейчас хотя бы, ну, неделю-две подготовка будет. Я 11 лет в автомат, в руках не держал, думаю, там, побегаем, попрыгаем, постреляем. — Как это в десантном подразделении 11 лет в руках не держал? — Да ты прослушал срочку. — Я срочку служил, после срочки, да. Ну, в итоге я поднимаюсь наверх, и что я вижу? Сидят 6 человек, перед ними там много выпивки. Я говорю, мужики, что вы куда? — Это в Палкутов? — Да. — Мы едем в Украину. Я говорю, в Украину едете? — А, они на вещмешках уже сидят, да, по сути? — Да, да, да. Ну, и сидят, выпивают. — В казарме прямо бухают, да? — Ну, видно, да. Ну, как казарма. Ну, кубрики, там кубрики идут они, да, в кубрики. Ну, я говорю, что вы там? — Мы сидим где две недели. Я говорю, занятия какие-то, стрелки несколько. О, какие занятия? Говорит, занятия, вот, пошел до магнита взял, говорит, что тебе надо, пришел и обратно сидишь. Я, ну, я как недалеко живу. — Магнит в магазин? — Ну, конечно. Магнит — это семейный магнит, как, не знаю, пятерочка, ну, такое, сеть магазинов. — Пошел, пару литров взял и занимаешься? — Пошел, пару литров взял и занимаешься делами, жди своего, получается, попадания в списке, когда ты едешь в Украину. — Замполит еще у вас хороший, надо имя придумать. — Это 25-е число было июля. То есть я, ну, это я так поразмыслив, думаю, сегодня не еду. Едем через три дня. Я хорошо, думаю, поехал домой. Приехавши домой, ну, опять же, через три дня приезжаю в полк, мне говорят, извините, формы так и нету, получите автомат вначале. Поехали получать автоматы, получили автомат, опять же, дали старые каски, бронежилет — единичка. Ну, для меня единичка бронежилет — это попопок. Ну, просто попопок я спрашиваю, а как это вы даете бронежилет? Я ростом метр семьдесят восемь, пусть метр восемьдесят вы даете мне, попопок бронежилет — единичка, самый маленький бронежилет. Извините, больше нету. Экипировки и так таковой тоже нету, говорит, все позаканчивалось. — А каска какая? — Каска обычная, ну, вставная, не знаю, зеленая. Ну, та же пиксельная каска. — Спросила, что я хотел услышать, я типа разбирались. — Ну, да. — Ну, каска обычная, пиксельная, вставная. Ну, получается, я приезжаю в пол, говорю, ну что, мы сегодня убываем? Он мне говорит опять — нет, вы не убывайте, сегодня едут посылки, потому что передаются сюда, в Украину, посылками. Ну, хорошо, не едем опять, не едем. — Вы знаете, что пропустил? А чего вы вообще туда пришли? Срочка, да, срочка, срочка. Ну, у нас сильно сумбурно получается, но интересно. Ну, срочка, срочка у нас служили. — Ну, они в России заманивают как? Они же рассказывают очень красиво, то, что там не надо убивать людей, ничего, вы стоите на заставах. Просто наблюдательные посты, если что, идёт… — А уточню, а до контракта кем вы работали? — Работал автомехаником, чинил машину. — Ну, так это ж нормально, денег нужно? — Нормально можно денег зарабатывать. Ну, у нас средняя зарплата, если по автомеханикам брать, то, ну, около полтинника — 50 тысяч рублей. — Ну, правильно. — Ну, 2 тысячи гривен где-то будет вот так. — Да нет, это не 2 тысячи. — Это 2 тысячи долларов. — 2 тысячи долларов, да, имеют. — Это где-то 80 тысяч гривен раньше. — Ну, где-то в среднем году на что так, да. — Ты чуть-чуть с курса не поигрался, ну ладно. Не важно, это нормальная зарплата по вашим меркам. — Семья у меня жена, двое детей, да. — 42 тысячи солдат получает, насколько мы вот… — Да, но только военкомате мне обещали 260 тысяч ежемесячно. — Это я понял. Не, я пытаюсь сравнить, что автомеханик вот на гражданке обычный, да, получает там полтинник, да, около того. А солдат — 40-го. То есть, ну, вам типа идти менять это на службу не было никакого смысла. — Не было никакого смысла, но… — 260. — Да, я подписал, получается, временный контракт. Я подписал контракт на три месяца, чтобы пойти, ну, как бы поставить семью на ноги. — Три по 250, 753. — Пошли за деньги. — Да, да, да. — Пошли за деньги. — Я сейчас убрать не буду, я пошел за деньги, но прибыв сюда, как я же говорю, я сейчас… Ну, дальше расскажу. — Да. — Ну, в итоге, получается, все, получили экипировку, все. Уехал я в итоге только 10-го числа с полка, через 15 дней. 15 дней вот это все мы туда-сюда катались. — Солдат спит службой? — Да, получается так. — Так как форма по итогу какая? — Форму по итогу дали, привезли, да, сделали форму, все, все как положено. Дали размер хору, ну, нормальный, подходящий, все. Все, мы выехали сюда, приехали в Украину. Я уже говорю, вот это нас полтора суток не могли не покормить, ничего. Потом… — Через какие населенные пункты вы заехали? И куда вы заехали? И когда вы заехали? — Заезжали мы вообще через Крым, а дальше по населенным пунктам, я вот честно, как бы так… Я не был в Крыму ни разу, и через эту дорогу я не ехал, врать не буду, я не могу сказать, через какие населенные пункты мы все ехали. — А где остановились хотя бы? — Ехали мы, остановились в Чернобаевке. — Чернобаевка, ну вот. — Остановились в Чернобаевке, и после Чернобаевки поехали на… — Когда это было примерно уже? — Это было 11 число. — 11 июля. — Августа, августа. 11 августа. После 11 августа… — Недолго. — 12 августа вообще не воевал, так сказать. 12 августа. — Что вы про Чернобаевку слышали, знаете? — Он уже заехал туда, когда там уже выжженное поле было в Чернобаевке. — Ну, в Чернобаевке в аэропорту вы имеете? — Да, наверное. — Ну, что там было? Выжженное поле, разбросаны были, я так понимаю, то, что там, где они стояли, там они взорвали, ну, Украина попала в склад боеприпасов, там разлетелся боеприпасы по всему полю. Ну, там, я не знаю, ничего там, живого места, ничего там нет, не осталось. Если вы имеете аэропорт, там, Херсон, я не знаю, там, ну, вообще, живого места нет. Нет аэропорта, живого места не осталось там, потому что, ну, очень все печально выглядело сразу. Мне вообще, когда мы доезжали до Херсон, уже мне стало как-то, ну, не по себе, потому что люди… Я еще спрашивал, а как тут люди живут, вы же говорите, мирный народ весь, ну, выехал отсюда, поубирали, а, ну, мирный народ, ну, естественно, находится, я смотрю. Я вот, сколько здесь проезжали мы, что на БМДшках ехали, не в одних глазах, вот, как говорится, да, Русия пришла, там, выгонять, там, освобождать. Ну, почему-то я не в одних глазах украинского народа я не увидел того, что, боже мой, приехали спасители. Я не увидел этого. — Какие спасители? Люди жили себе спокойно, мирно. — Да, да, да. — Я только увидел… — Ведь тут война началась. — Видел я у них в глазах то, что, ну, зачем вы сюда приехали, то, что мы тут жили спокойно, и вы тут у нас приехали. Ну, не в одних глазах я не увидел там радости, либо какого-то там, я не знаю, блеска в глазах. — Благодарность. — Все как-то смотрели, ну, не очень так уж и хорошо. Все, после Херсон, получается, после Чернобаевки мы поехали в Максимовку на заставу, поехали. На БМДшках поехали в Максимовку. Получается, ну, деревня опять же. Ну, так я, как бы я понял, я по ней, ну, один раз не ходил, с одного края на другой. Ну, населённых, ну, мирных жителей там не было, не осталось. Ну, как рассказывали, одна семья осталась, которая, получается, удержала корову. Ну, мать с мужем. — Не смогли выехать, да. — Ну, они не смогли, да, выехать. — Что у нас? Вот это меня ещё следующее, что меня убило, то, что, ну, как убило, убило. Дало понять то, насколько российская армия у нас такая вот хорошая. Два наблюдательных пункта — это стояли крайние дома, получается, как они, например, инквозициям украинцев. В этих наблюдательных пунктах по три человека сидело. По три человека те люди, которые, вот как, например, даже те же, которые люди, которые, как я, подписали временный контракт, которые ни разу в жизни, ну, они тоже ни разу в жизни не воевали, ничего. То есть и вы говорите то, что там, как я должен был обороняться, либо что там, да, там, ну, ничего не делаем. Прилетала, как бы, каждый день, ну, что та сторона, ну, бомбила, что та сторона бомбила. Стрелять ни разу не стреляли. Ни разу, вот за неделю ни разу не стреляли. — Что вы ели там? — Ели. Вот честно, вот за неделю то, что я приехал на наблюдательный пункт, то, что было у, вот, кто там жил до этого, получается, там стояла шестая рота. Мы, как я, командировочник пятой роты был, мы их поменяли. И они оставили по одному человеку со старой роты, ну, чтобы они нам рассказали, все показали, где что, где что есть. Вот что им приходили посылки, с дома посылки. И там продовольствие было, там, ну, тушенка была с продовольствием, были макароны и, получается, гречка. Все то, что... — Сами готовили? — Сами готовили себе, да. Получается, все то, что вот у них оставалось, и за неделю моего, ну, прибытия там нам не привозили ничего. Только обещали каждый день. Завтра будет хлеб, завтра будет картошка. — За DVD есть. — За DVD есть. — На строчке. — А, за DVD, а! — А мы ролик недавно выложили, там, где я с бутылкой написал. — За DVD. — За DVD. — Ну, я говорю, в то время, когда я служил, было поинтереснее. Сейчас даже я у них спрашиваю, кто служит в срочке. Вы хотя бы там стреляете, не стреляете? — Нет, так вы говорите, какая российская армия хорошая, вы поняли? Иронизируете по поводу того, что вы стреляли? А как они должны были стрелять? Куда? Иронизирую за обеспечение. Иронизирую за то, что хотя бы, ну, в моем понимании, если мы стоим, получается, на передовой, это, ну, передок самый, да, и почему тогда я, ну, временный срочник, там, стою, временный контрактник, который 11 лет в руках не держал армию, без подготовки, без ничего, должен стоять, как бы в самом переде и, ну, хотя бы поставьте людей, которые специализированы на этом. — А вы поняли уже на данный момент, что вы как раз практически… — Как раз мы пушечное мясо. — Вы почти киборг. — Да, я не считал себя киборгом, я считал себя пушечным мясом. — Не надо считать, там еще есть ДНРовцы, ЛНРовцы, так называемые, которые вообще, вот учитель учил в школе, его пришли, взяли, вытянули, его иммобилизировали, так он вообще автомата не видел. То есть вы по сравнению с ним там киборг, именно терминатор. — Да, за офицеров тоже, конечно, можно было бы, хотелось бы рассказать, какие у нас хорошие офицеры. — Короче, я могу утверждать, что русский солдат голодает? — Ну, прям, именно сильно голодает. — Не, ну, понятно. — Не прям голодает, но то, что не додается, да. Не додается того, чего хотелось бы. Даже тех же сухпайков, например, я же говорю, за неделю пребывания то, что оставалось с толстой роты, мы доедали всю неделю, мы доедали, то есть ели то, что, ну, получается, оставалось. — Ну, мы готовы слушать сколько угодно. — Расскажите, как мы командовали? — Ну, своего командования, например, даже с Чернобаевки я не видел ни командира роты, ни командира взвода, никого… А командира взвода видел, потому что я с ним ехал на БТРе. Это был сержант, получается, с пятой роты, да. — Так а должен офицер быть против? — Нет, сержант. — Это командир роты? — Командир роты офицер был, да, которого я не видел в глаза ничего. Ну, и всегда, когда сидели на наблюдаемых пунктах, когда выходили все на связь, мы говорили, что по наблюдаемых парадейки выходили, что все нормально, там, два ноля, два ноля, два ноля, когда доходил до командира роты, ну, постоянно он перерекался, ему все там говорили, ну, вылезите, товарищ капитан, вылезите, пожалуйста, с подвала хотя бы, ну, чтобы у вас было слышно нормально. То, что офицеры наши сидят в подвалах, это понятно и доходчиво ясно было с самого начала, когда я прибыл в Чернобаевку, мне сразу начали рассказывать, как офицеры просто тихо-молча берут, так, ну, вроде идет обстрел, минометный обстрел, голову влево поворачивают, говорят, а все, штаба нету. А штаб уже, ну, просто взял и уехал. Все, остались, получается, одни, вот, обычные рядовые там, ну, кто служит сержанты, остались, они поворачивают голову, штаб уже уехал, потому что все, накрыл миномет всех, и получается из-за этого больше двухсотых получается. Много было двухсотых за эти две недели? Двухсотых не было, были трехсотые были, да. Трехсотые были, двухсотых, ну, так таковых не было. Ну, что-что, вот, украинская артиллерия работает просто на 10 из 10 баллов. Просто, да. Просто ложат 10 из 10 баллов, если вот наши, как там, передаешь координаты, они, вот даже связь взять, они обычные бодифэнги, эти рации, ну, они умудряются по бодифэнгу передавать координаты просто. Пара по бодифэнгу. Умудряются наши симки красть и по ним разговаривать, все эти разговоры в сети. И модемы, все полностью, и модемы, и сим-карты, это все известно, да. Ну, для, ну, как бы, с этим, может быть, ну, для чего, как бы, с сим-картой, вот у нас был модем, да, я не соглашусь с этим, был модем с украинской сим-картой. Ну, я приехал, он уже был, как бы. Ну, я понимаю, вы понимаете, что вас видно? Да, да, да. Все это видно, все это, ну, опять же, ну, это, наверное, для связи с домом было, как бы, я не могу тут сказать, даже оспорить что-то хотя бы, ну… Понимаю, что за связи с домом, я говорю, что все эти разговоры… Все это записывано… Ну, когда у нас уже опубликовано, мы их поставить вам можем, просто, они у нас в сеть вываливаются, все эти разговоры. Россияне слушают, говорят, да не, это фейк, да не, это четко перехваты, идут и просто четко публиковывают. Да, да, да. Все эти разговоры… Не, я с этим соглашусь, я настолько даже удивился, когда, получается, даже вот, когда нас в плен взяли, потому что квадрокоптеры даже… Вот украинская армия даже видит, откуда они запускают квадрокоптер по программе, откуда запускают квадрокоптер наши, с Максимовкой, откуда мы запускали, он нам четко показал, говорит, это вот отсюда вы запускали квадрокопки, а вот на крыше вы сидите. Я вам скажу, украинская армия, мы не можем людей как пушечное мясо пускать. Вот это вот, ваше преимущество вашей армии в том, что вы можете пускать людей на пушечное мясо, чисто пользуясь количеством. Себя я почувствовал таким, потому что... А вот Украина этого не делает. Вот из-за этого иногда приходится ставить какой-то даже населенный пункт, чтобы действительно не пожертвовать вот этими людьми и мирными в том числе людьми и так далее. Хотя по российскому телевидению показывают все с точностью наоборот. Ну, это все видно и слышно. Они показывают все с точностью наоборот, то, что украинская армия, все это... Я же говорю, прибыв только сюда, у человека, наверное, откроются глаза. И когда я, в принципе, когда я шел сюда заработать деньги, и я переосмыслил свое мнение только потому, потому что я... Еще даже до попадания в плен, я понял, что я не выбрал не ту сферу заработка денег, потому что я пришел в чужую страну. Глупо ошибся, это моя глупая ошибка, да, то, что я пришел сюда, как бы, заработать деньги, получается, на чьих-то, ну, замарать свои руки. Да, вот настолько мы только понятие можем, почему вы там этого не понимаете. А потому что там рассказывают, ну, как, вот, грубо говоря, как зомбоящик. Да. Зомбоящик тебя, как бы, зомбируют, тебя, тебе дают, опять же, в военкомате тебе рассказывают, все так прекрасно, что ты туда приедешь, ты даже автомат руки не возьмешь, ты просто посидишь на наблюдательных пунктах, отсидишь на свои три месяца, заберешь свои деньги и уедешь домой. И то, что, ну, жертв, у них так и таковых нет. Нам говорят, что в России 5000 жертв со стороны России, 5000 официально. Ну, я понимаю, что уже приброшу сюда, я понимаю, что просто это бред, потому что даже вот в каждой роте, вот пятая рота, в которую я прикомандировался, их заходило в Украину 98 человек, осталось из них 17 человек. Буквально за два месяца нахождения. А в части вы когда вот... Часть пустая. Пустая? Пустая часть. Буквально пустая часть. Одни срочники, там, я не знаю, может, человек 200-300 срочников, остальная вся часть пустая. Меня это вот очень сильно удивило, когда... У меня служат здесь еще в артиллерии, ну, и получается... А вы когда служили, сколько было? Или вы не в этой части служили? В этой части служил? Да, там даже больше. Там только 2000 уехало, как контрактников, как я понял. Только в Украину. Там около 2500 только было в полку. Плюс сейчас, как они сделали, можно сейчас уже в России, можно подписать контакт, и пришел на срочку, месяц сослужил, и ты уже можешь подписать контракт. Вот представьте, сколько здесь вот таких вот 18-летних пацанов, которые подписали. Чё, значит, представьте, если мы их видим. Ну, видите, да. И говорим с ним. Ты у нас уже где-то 400 плюс. Человек. То есть мы поговорили. И мы сильно не спешим в последнее время разговаривать. Ну, понятно. Потому что у вас... Первые дни, то мы там по 6-7 человек в день разговаривали, а сейчас по настроению уже. Ну, просто как бы, да, это очень-очень. Прекрасно понимаем, что всех мы все равно показать не сможем. Просто хотелось бы, знаете, вот, дай бог приеду домой, там, ну, Россия все-таки может поменяют. Мне вот интересно, почему так вот затягиваются обмены сейчас, ну, с Россией, с Украиной, почему нельзя взять и поменять людей. Это же вот я россиянин, да? Ну, покажи последнее видео с опросника, пусть человек поймет, что... Я же россиянин, вроде, хочется... Я вам сейчас покажу. Почему? Да, оно просто будет сейчас грузиться. Должны быть. Ну, в двух словах смысл в следующем. Россия вывезла очень много мирных людей из Мариуполя, там уже, например. Они у них считаются типа военно-пленные. Мирные люди считаются военно-пленные? Ну, они показывают по своему телевизору, что смотрите, сколько у нас украинских военно-пленных. Тысяча, десять тысяч. А это мирняк. На вас футболка. Это моя, да. Да, смысл какой? Они берут наши мирнин и на камеру, вот смотрите, у нас десятки тысяч военно-пленных наших. Да. А фактически, фактически у них в плену вот Азовсталь морпехи. Ну, вот так вот, если взять... Ну, мне говорили, если... Вот что они делают. Для подсудимых берутся клетки. Для подсудимых можете ли вы подтвердить подлинность этих кадров или опровергнуть? Ведется ли действительно подготовка к трибуналу? Как скоро он состоится? Могу точно подтвердить то, что подготовка к трибуналу ведется, равно так, как мы об этом знаем. А я просто не пойму, какой трибунал может быть над украинскими пленными, если по трибуналу они не могут вообще... Даже если вот в России взять, это военный трибунал, но они не имеют права, они не имеют права даже... Ну, вы производите впечатление нормального человека, а ни один нормальный человек этого не понимает. Ну, вот у меня к вам вопрос. Может, над вами тоже какой-то трибунал провести? А там они там к расстрелам, там каким-то этим самым... Ну, насколько я знаю, то, что даже военнопленных вообще... Вот если попал в плен куда-то, тебе должны... Ну, насколько мое понимание, да? Даже, ладно, ну, как... Они хотят, да, осудить даже, например, там осудили, дали там какой-то срок и тут же обменяли, но с тем расчетом, что если ты попадаешь еще раз дважды в плен, то тогда тебе уже этот срок идет или как это? Вот такое понимание? Смысл в том, вы задали вопрос, почему Россия не забирает. Потому что Россия шоу устраивает. Шоу устраивает. Клетки монтируют на сцене, на сцене они клетки монтируют. Это шоу. И собираются провести какой-то трибунал. Вместо того, чтобы взять реальных украинских военнопленных... И поменять на своих же пленных. ...забрать вас домой, они там устраивают шоу, потому что им надо что-то своему лохторату показывать по телевизору. Мирняк они вот этот показать не могут, который они массово выдают за военнопленных. Вот они будут устраивать показательные судилища вот эти вот над реальными военными. Поэтому они и поменять не могут. Потому что с нашей стороны, извините, что ж, не дураки сидят. Когда им там с той стороны говорят, заберите вот этих, мы спрашиваем, подождите, так это же мирные люди. Что значит заберите? Они вообще по гуманитарному коридору к вам вышли, они должны пользоваться вообще всеми правами гражданскими. Причем какой обмен? Они должны вообще ездить куда хотят. Хотя хотят сами вернуться в Украину, пусть вернутся. Что значит обмен? А нормальных украинских военнопленных, которые у них там находятся, вменять на вас они не хотят. Они хотят делать шоу. Вот ответ на ваш вопрос. Поймите, такую штуку. Вас обманули уже по вашему разговору дважды, только по пути. Нас обманывают очень давно уже. И, соответственно, ну, исходя из этого, вы можете просто, я не знаю, я не знаю, вы понимаете, что им на вас наплевать вообще или нет? Уже доходчиво понятно становится. Все, но если вам доходчиво понятно, что им на вас наплевать, то тогда вам должно быть понятно, почему вас не хотят. Почему не меняют, да. Потому что наплевать. У нас не с вами в соседнем помещении. Человек сидит, который попал в плен. Его хотели поменять сразу командиры вышли на рацию. Типа давайте вашего на нашего. Ваши говорят, нам не надо забирать его. Нам пофиг на него. Наши говорят, давайте мы вам его отдадим, а вы нам отдайте наших погибших. Говорят, не, ничего мы вам не отдадим. Можете его расстрелять. Ну это вообще уже такое. Это вот ваш клиент. Есть похренелец? Да, он рассказывал. А, он с вами, да? Есть похренелец? Да, точно. Он говорил, да, то, что он больше верит в украинской стороне, потому что настолько доброжелательный, даже командир батальона, я так понял, кто его принимал, он говорит, настолько доброжелательный, что напоили, погормили, он говорит, да я с радостью бы забрал своих людей, чтобы своих людей бы забрал, чтобы, говорит, только мои люди были у нас, а тебя отдать в Россию, как ты пришел. Он говорит, ну извини, твои не захотели, они просто сказали, что... Ну да, все верно. Извините, мы не можем этого сделать. Обмены, которые планируются, их срывают постоянно. Мы же эти интервью пишем в том числе, для того, чтобы вас показать там, чтобы ваши пошли и начали там терроризировать вот этих вот своих военных начальников. Смотрите, мой человек, он в плену, давайте, давайте, забирайте. А мы вашим всегда по телефону говорим или во время интервью, если не забываем, вы, когда обвиняете украинскую сторону в том, что мы не выдаем, вы покажите нашего, вот кого вы конкретно там выдаёте, вот вместо вот этого вот человека. Вот я его за руку возьму и повезу, и отправлю, а вы нам отдайте. Я слышал то, что идёт обман со стороны, как бы, России идёт обман, то, что они обещают менять, например, одних людей, а меня, в итоге, по факту, привозят обычных других людей. Не на терроризм. Я же говорю, мирных людей могут привезти и сказать, вот это ваша военная. Ну, да, это я тоже слышал. Это, ну, абсурд, они там с головой не дружат, ну, так это понятно, что они с головой не дружат. Тут другой вопрос, что я говорю, что плевать просто на вас, и поэтому... Плевать на нас, тут как бы дело всё прошло уже, это я-то, в моё мнение, просто дело пошло по территории, в территории. То, что уже надо просто забрать Черное море, территорию, наверное, как-то. Ну, так изначально, а что, изначально не так было? Изначально нам всё сказали, что пошли мирных людей, освобождать мирных жителей, но потом, когда прибыли уже сюда, даже в Чернобаевку, я просто сделал выводы, я карту, как бы, знаю, географию, где находится Донецкая область и где находится Харсон. Тут уже даже не надо тут быть дурачком, умным сильно не надо быть, уже можно логически понять, что... А в начале 24 февраля и февраль, начало первая половина марта, когда российская армия по шести направлениям шла в Украину, в том числе и Чернигов, и Сумы, и доехали они под Киев, и под Киевом полтора месяца простояли. Это надо быть сильно умным? За Киев я слышал, что 6 километров ходили. Это надо быть сильно умным, чтобы понимать, что происходило, или что, или как это. Мы пытаемся понять. Тут уже не надо быть умным. Ну, так а что же вы не поняли? Вы же не глупы. То, что показывали, как, что эти башки, не башкиры, а как они? Буряты. Буряты. Что творили буряты? Ну, это стыдно. Это, не знаю, мне просто стыдно даже за российский народ, то, что как вы... Да не только буряты. Вешаете машинки на танки, вешаете машинки, забираете у людей, мародерите там, я не знаю, заходите там, я не знаю, насилуете детей. Мне показывали видео. Мне показывали, когда попал в плен, мне показывали видео, что бурят и делают. И получается, из-за каких-то вот... Ну, уже на много, на много лет Россия испортила к себе отношения. Со всех, со всех, я не знаю, стран, наверное, большинство. Это, по сути, ничем не отличается от того, что делали нацисты во втором мире. Сказать, как бы, что стыдно жить в России, ну, мне не стыдно, я родился там, ну, я живу там, да и буду жить, надеюсь. Ну, просто сделаю выводы, то, что... При чем здесь стыдно жить в России? Это же не название определяет, определяет власть, политический строй. Власть, какая власть? Немцам же ж не стыдно жить в Германии, но они все знают, что был фюрер, что были нацисты. Ну, это власть, это... Это же не Германия. Много кто сравнивает, как бы, например, Путина с тем же Гитлером. Хорошо их сравнивать. У них речь на 80% совпадает. Вот когда они вторгались, обоснования все совпадают. Ну, много кто сравнивает с этим. Я не такой политик небольшой, я просто увидел все своими глазами, и мне стало все доходчиво прекрасно понятно и ясно, что... С вами приятно вести беседу, потому что... Не надо доказывать, потому что... А доказывать ничего не надо, я сам убедился своими глазами, что, что, как это все происходит здесь. Перед вами был человек, который все тоже, я осознаю все дела, я его спрашиваю, в оккупант? Нет. Мы идем... Не, ну так, а ты тут этот вопрос задавал. Не задавал. В оккупант? Оккупант это в смысле человек, который вторгся на территорию Украины, получается так? Да. Логичный ответ будет. А тут логичный ответ будет. Это все зависит от... Да, так вот, сколько человек. Логичный ответ будет, потому что, а как это по-другому рассуждать, если я не оккупант, что ты тогда тут делаешь? Ну вот вы вместе находитесь с тем человеком, который с нами был до этого. Ну с ним мы минут пять говорили, пока мы ему доверились. Я его спрашиваю, вы оккупант? Нет. Ну как нет? А некоторым толковый словарь надо открывать. Ну оккупант? Ну оккупант это тот человек, который вторгся на территорию чужой страны с какими-то своими предосылками. Да, ну все понимаете, вы образованный умный человек. Все. Почему я этого не понял раньше? Да, мне непонятно, я же задал этот вопрос, мы так и не близки. Вот под Киевом стояли российские танки. Вот вы же это все должны были видеть там. Как можно продолжать верить, что кого-то где-то там... Ну я вам скажу честно и правда, у меня была в жизни ситуация не такая уж и хорошая, почему я сюда по сути попал. Да, я не наблюдал за политическими там этими, я не наблюдал за этим, ну за сильными... Была спецоперация, сильная операция, и поэтому я не вдавался в подробности того, что да, слышал то, что на Украине идет там, в Украине идет война, да, то, что там как бы в спецоперации, как нам приходили задумываться, да нету таких погибших там, да никто там не... Да там 5% армии российской воюет, да это вот, ну то, что это... Все так прекрасно все рассказывало, что и не думалось о том, что даже не задумывался. Короче, понятно. Когда вам нужны деньги, и вы хотите себя убедить в том, что вам рассказывают там, то вы себя убеждаете и едете за своими деньгами. Едешь за деньгами. Все, вы верите в то, что вы хотите верить, если просто... Обоснование найдется. Да, приехав сюда, я же говорю, просто закладывается картинка противоположности, все. Ну давайте все-таки по хронологии еще повспоминаем, что там может быть интересное. Там военные тайны не интересуют, но просто как чего происходит. Мы знаем, что их у вас нет все равно. Ну вот рассказали военную тайну, что еды нет. Да, это военная тайна, которая 400 раз на это уже не случалась. Нет, так при этом, когда говорили, что оно вроде привозится, гуманитарка привезли, гуманитарку, а почему-то не доходило. Привезли, привезли, но не доходило никогда. Это тоже как бы странно. Уже в первый день сказали, что добудешь, то есть есть. Что добудешь, то есть первого дня, да, я понял, что уже все хорошо. В армии все хорошо. Ходили по домам? Нет, по домам не ходили. По домам не ходили, мы жили в доме. Жили в доме. Вот когда прибыли мы уже в Максимовку, Уже там стояла шестая рота, она стояла около двух с половиной месяцев. Как ощущение жить в чужом доме? Где были люди до этого? Да как сказать ощущение? Ощущение, блин, такое. У меня ощущение было то, что тревожности, то, что, во-первых, артиллерия хорошо работала, тревожность была. Уже, я скажу так, нас приехало туда, вот из полка приехало 13 человек, трое написали отказ, но их нет. Это же Хаймарсы, знаете? Хаймарсы. Не, а артиллерийный миномет, 82, когда херачил, ну с Киселевки, это получается, мы стояли Максимовка, а они с Киселевки накидывали. Ну друг друга накидывали, да. Ну наши накидывали, с ваших слов точнее. С вашей накидывали, на ваши накидывали, я же говорю, ну 9 из 10 попадания были четко. Молодцы. Нет, артиллерия работает только в Украине. Слава за все. Работает хорошо, артиллерия работает хорошо, даже если наша артиллерия бьет, она там, минут через 15, после того, как вроде координаты уже скинули, минут через 15-20, когда уже все, на позициях уже никого нету, начинает она лупить по поэтам позиций. Ну так, а вот еще что-то, ну хорошо, вы там просидели, по сути, сколько вы, когда вы в плен попали? 18-го числа. Две недели. Две недели в плен. Ну, опять, первое число будет две недели, да. Нет, 11-го августа, вы говорите, вы только прибыли. В Украину прибыли, да, 18-го числа с Максимовки я уже попал в плен. В Максимовке вы сколько пробыли? Семь дней. Семь дней, за эти семь дней что произошло? Да ничего, что мы просыпались, стояли на позициях, наблюдали, один раз простреливали лесополку, и я сидел на посту, даже не пошел ее простреливать, просто вышли, ну давайте простреляем лесополку, которая находится на западе, получается, нет, ну не на западе, на север, юг, на востоке, да, ну просто простреляем на востоке, все. Перед следом, мне было просто, как сработала группа ДРГ, я не знаю, не ДРГ, я либо наемная с Украины, опять же, они сработали, опять же, 10 из 10, нас просто великолепно взяли, понимаете, как вас задержали, великолепно. Ну, мы поменялись с поста, с 4 до 7 мы сидели, просидели на постпоста, я зашел в дом, получается, ну вроде отдохнуть, есть время 2 часа отдохнуть. Товарищ, с кем нас взяли, вот он, он вышел в туалет, а у нас в тамбуре просто человек 6 стоит украинских, в ВСУ. Ну, я не знаю, ВСУшники, либо наемники, ну, неважно, что на Украине. Нет никаких наемников в Украине, но это опять еще один миф. Если это люди, которые там пошли в территориальную оборону, записались, то они все равно попадают в состав вооруженных сил Украины, как бы в любом случае. Ну, а разговаривали они на английском. О, значит, это иностранный батальон вас тут брал. Наверное. А это тоже с частью оборону Центрии. Ну, не все как бы мы разговаривали, да. Ну, и тут как, я голову поднимаю, у меня передо мной уже автомат, так, сколько людей в доме, тихо-тихо вставай. Я думаю, ну, просто, у меня была первая мысль не то, что я как бы погиб, ну, ничего, я просто первая мысль, а где же наблюдательные пункты, как они, как вообще попали сюда. Ну, получается, мы вышли на дорогу, вот так идет дорога от Максимовки до Кисну. Ну, такие, вот прямая дорога просто, мы вышли на дорогу и просто мы начали уходить, начали уходить по дороге. Я спрашиваю, ну, я уже, я уже когда на спине, я говорю, а вы заходили так же? Он говорит, да. То есть, два наблюдательных пункта, по три человека, сидящие на крыше, и они не видели ничего. Потом вышла наша острота, ну, я так смотрю, так вдаль, вышли наши и начинают кричать. О, а вы кто такие? А куда вы идете? Вы куда вы идете? У меня руки за спиной, у нас ведут два человека, они говорят, о, вы кто такие? Куда вы их повели? Ну, конечно, уже... А те что говорят? А те говорят, ну, иди сюда, мы тебе тоже, говорит, покажем. Ну, и тут уже, наверное... А как вы не пытались стрелять? Ну, уже, наверное, дошло после минут пяти, там, то, что надо все-таки, может, пострелять, там, я не знаю, как отстреливать, пытаться. Уже начали отстреливать, но мы уже ушли. Так а второй подошел? Второй? Нет, он не подошел. Второй с нами, у нас двое его водило, а те стояли, говорят, о, куда вы их повели, говорит, кто вы такие, говорит, я думаю, ну, нормально. Подождите, там же с наблюдательного пункта должен был сразу же флаг, своих не бросаем. С наблюдательного пункта? Нет. Это через три дома было, через три наблюдательных пункта, это вышел человек, их там вышла человека, через три наблюдательных пункта, и они начали говорить, о, куда вы их уводите, и по итогу они... А на более ближайших наблюдательных пунктов? нету их и не видно было их я не слышал и не видел я не знаю как будто они наверное все таки но бронежилете в каске с автоматом только у них четыре высока их было шесть человек ну помимо по минимуму три сидела в одном доме два сидела в другом доме это интересно а ваших я имею ввиду а ваших было на ваших было 22 человек а 22 человек 22 человека просто 10 из сети для меня было просто 10 они здесь вот были не экипированы там и рвну и по цирп г все там под рпг снаряды ну полностью не буду там зайти просто тихо может до этого нам сказали что перед вами так ли сопок остыть где они проходили стоит просто спецназ рота спецназа стоит и так что можете в северном направлении даже не наблюдать там стоит спецназ который все делает за вас ну и тут всем утра просто после артов стрелом еще кадыровцы были не видели когда раза все видел ни разу не видел я да они есть но они есть только я очень очень воюют я их ни разу не видел и по крайней мере по крайней мере они и не видел тех людей которые видели у нас был интервью который на танчике ездил мариуполь когда ровня то говорит подошел один кадырка с телефоном стреляй в тот дом и записывал тикток себе это он рассказывал но у нас много как бы мне не было там дата что там один его снимает другой стреляет только в кого стреляет и куда стреляет это тоже вопрос остается загадка это стреляет тикток войска ну я не знаю вдаваться в эти подробности не хочу я понял мне никто же потом потом вот потом что у нас нас вели по дороге вели уже когда мне просто был один важный вопрос мужики я спросил мы останемся живы нам ответили четко и ясно что пацаны вы нам ваши трупы нам ничего не нужны вы останетесь живы вас обменяют не переживайте все ну так она английском там сколько из них два человека разговаривали на английском 22 из 22 до 2 на английском но вернулись мы получается уже когда мы пешком прошли мы на контур 7 на нас провели потом встретили на дороге получится когда уже шли шли через акации босиком шли шли там через акации все вышли на дорогу забрали нас получается на 2 машины какие-то я не видел там уже одет и балаклаву нам на голову привезли страшно стало когда нас просто по ну в ангаре в ангаре поставили на колени как бы Да, первая мысль была то, что, наверное, все, все-таки уже сейчас смерть. Подошел мужичок, вот так похлопал по плечу, говорит, не переживайте, я вам даю слово, говорит, что все будет нормально. Ну, все нормально, нас допросили, дали нам по кутерброду, накормили нас, дали воды, дали обуться. Чистые нацисты, походу. Чистые нацисты, да. Они всегда так посмотрят. Тут, я думаю, вас кормят лучше, чем там. Кормят, но я, наверное, честно, набрал уже килограмм, наверное, 6 или 7 за 2 недели. Страшно представить, как вы выглядели до этого. Ну, был, да, был, не надо. То есть, типа вас в плену кормят лучше, чем там. Да, тут и отношения, что вот даже у командиров все отношения полностью, как к людям. Ну, как люди поступают, так и поступают. Я просто не могу даже представить, как там они могут. Ну, конечно. Здесь все по-человечеси, здесь все просто. Как там относятся к нашим пленным, вы можете себе представить из того, как там относятся к вам? Не пленным, а к военным. Хотелось бы, знаете, чтобы они поступали именно так же, как поступают с нами, как здесь относятся, то же самое. Мы тоже бы хотели, чтобы наши пленные из России звонили домой, чтобы их показывали, что вот они живы-здоровы, что люди могли в этом убедиться. А тут даже нет никакой информации. И хотелось бы. Знаете? Я слышал историю, можно я расскажу? Я слышал такое, что в Еленовке даже, получается, не было охранников в этом здании, когда туда попало. Да. Туда попало. Но это уже о чем говорит? Если это все так, что не было даже охранников, значит, это все как бы было. Ну, вот представьте, вас тут, например, 20 человек, вот вас накрыло, и ни один охранник не пострадал. А как такое может быть? Случайность. Да. Ну, опять же, я, ну, я, я, случайность, это в смысле я вот вижу, как бы. Все понятно, тут, я же говорю, попав в Украину, все становится понятно, сладко, сладко, сладко. Получилась какая-то реклама плена. Набрал 5-6 килограмм. Ну, это не то, что реклама, а то, что по-человечески поступают, да, то, что по-людски все осталось. Европейская страна с нормальными цивилизационными стандартами, то мы такие должны быть. Ну, нам от этого никуда не деться. Мы не можем по другому. Потому что мы сами это. Она ответила, да? Да. Декларируем. А если там говорят, что они орда, то они ведут себя как орда. То что ты сделаешь? Хотя нет, они говорят, что они же там добрые, хорошие. Добрые, хорошие. Ну, мужики нас там тоже, нам сигарет дали. Нам вот все приезжают люди, да, там. Как вы, говорит, приехали сюда, попали в плен, и у вас 4 пачки сигарет было? Ну, да, нам дали сигареты. Ну, не всем везет, как вам. Ну, не всем везет, как вам. Не всегда и не у всех наших военных, которые берут вас в плен, такое хорошее настроение, очевидно. Потому что некоторым попадает чуть больше, и сигарет не попадает. Это есть тоже. Я думаю, все равно все же всех как бы обменять, обменять. Просто дело времени, когда Россия успокоится и соберется с мыслями уже забрать своих военнопленных и отдать Украине и их же военных. Это, очевидно, будет в тот момент, когда Россия соберется с мыслями и пойдет, что им здесь вообще ничего. Вообще делать ничего. Я бы хотел сказать это вот на камеру, то, что, пожалуйста. А вы с женой пообщаетесь, а потом будет у вас последнее. Да, потом у вас еще будет слово. Звони давай. Иди, иди пообщайся с женой заодно. Я отойду на минутку. Могу же? Добрый. Здравствуйте. Меня звать Дмитрий. Я журналист из Украины. Как выяснилось, вы смотрите наш YouTube. Но не лайкаете. Рядом ваш муж. Разговор будет записываться и опубликован. Угу, хорошо. Привет, Хос. Привет. Как дела? Написала, смотрите тут. Все хорошо. Вы звонили в полку вообще? Что говорят в полку? Все хорошо. Ты в списках на обмен уже везде. И в союз матерей писали везде. А, то есть в списках на обмен в полку есть, да? Да, есть. А ты давно узнала? В Министерстве обороны. А кто вам сказал, что я в плену? Как вы узнали? Мы узнали, точнее я из украинской группы узнала. Узнала, увидела, да, в Телеграме? Ну, конечно, это было во всех украинских пабликах. Как дети? Покажи мне детей, пожалуйста. Каких? Детей покажи, каких. Где дочки мои? Привет, доченька. Мирочка, где папа? Смотри. Ну, все ладно. Мам, а здесь что ты? Тихо. Ясно. Ну, что это? Не переживай, когда будет обмен, обменять. Но если вдруг не в этот обмен, то этот. Сильно не расстраивайся. Ну, я смотрю, ты тоже не расстроен, да, что у меня нет? Слушай, ты же не знаешь, что у нас тут и как. Не расстраиваюсь. Как дела, все хорошо? Пусть, пусть. Без тебя плохо. А с футсапа, с телефона никто не звонил, ничего? Нет. Никто не звонил. Ну, телефон просто я потерял, я не знаю, где там, как, телефон. Телефона нет. Ясно. Ну, а там что говорят? Все хорошо. Обмен скоро будет вообще, ничего неизвестно. Ну, ничего не говорят, пока тишина, ничего не говорят. Папа, пип, пип. Ну, просто вчера в Министерство обороны звонила, и уже они сказали, что, да, ты в списках есть. А расскажите еще жизни про вот, про трибунал. А что ты по телевизору не слышала такое, что там трибунал показывает, не трибунал, что украинских военнопленных по трибуналу готовят клетку какую-то аварии, ты не наблюдала этого, нигде не смотрела? Нет. Нету такого. Мы вот тоже думаем, может и нам трибунал над вашим мужем провести? Я думаю, не стоит. Почему? Ну, потому что жены ждут своих мужей. А у нас, наши жены здесь не ждут, думаю? Все ждут, и та сторона, и та. Так обменяйте все сразу на все. Ну, так вы не меняйте. Тут Россия не меняет. Ну, а тут говорят, что вы не меняйте. Кому верить? Верить, я тебе приеду, тебе расскажу, кому что верить. Давайте попробуем проанализировать, кому верить. Смотрите, вот ваш муж, например, добрый день. Ваш муж, например, говорит, что его обманули, когда его в Украину отправляли. Ну, вот при мне сидит, говорит, что его обманули, когда его в Украину отправляли. А вас обманули? Обманули. Обманули. А как вас обманули? Как? Ну, во-первых, начнем за то, что за деньги обманули. Во-первых, то, что здесь не так сильно, что здесь не убивают людей, что мирное население не убивают. Тут уж убивают мирное население. А ты хочешь сказать, когда тебя взяли в плен, тебя не били? Нет, не били. Не били? Подожди, подожди, это далеко. Про плен это далеко. Это же раз обманули. А два вам же сказали, что вы воевать не будете? Просто воевать не будем, да, потому что тут идет не война, а спецоперация. С пленом это вообще отдельная как бы тема. Два раза обманули. Три. А есть люди, которые бьют, да, мне как бы реально повезло. А если бы его побили, что в этом было бы странного, скажите, пожалуйста? Ну, странно в том, что вы говорите, что пленных там не мучают, не избивают, ничего, им там пальцы не отрезают. А что ваш муж делает? Подожди, подожди, дай дойти. Ну, да, да, дальше что ли? Нет, ну, как бы тут большинство приходит в плен нормально, ну, не побитые и нормально. Есть, есть, приходят люди, которые, да, там есть побитые. Но, опять же, это все зависит вообще от общения, как человек настроен, когда, ну, как настроен человек, попавший в плен. Если он настроен, как бы, ну, идти на, ну, общаться нормально, либо не грубить там, ничего, не этого, то, естественно, ему ничего не... Можно я скажу? Вы говорите, что мы говорим, что мы там пальцы не отрезаем, пальцы никто не отрезает. У меня все на месте. Вы видели российского человека, которому пальцы отрезали в плену в Украине? Не видела, я просто знаю наших знакомых. Да, ну, баба Галя сказала. Баба Галя часто на базаре говорит. Да, да. А вы, нет, я вас... Вы видели реально? С отрезанным членом там у вас рассказывают в паблике, с отрезанными яйцами, там еще что-нибудь такого. Ну, правильно, а баба Галя говорит. А теперь у меня к вам вопрос. А что российские военные делают в Украине вообще? Воюют. Зачем? Ну, что делают? Давайте, вот, я же вам говорила, я на провокации отвечать не буду. А это не провокация, это не провокация. Это твое дело, можешь не отвечать ни на один вопрос. Вы же задали вопрос, ты хочешь сказать, что не били? То есть вы такие, знаете, типа мы здесь действительно нацисты, как вам там по телевизору рассказывают, да? А я вам пытаюсь объяснить, что дело не в том, даже как относятся в плену, а дело в том, что вашему мужу здесь делать в этой стране было вообще нечего. Вот в чем дело, вот в чем смысл. А потом вы послушаете весь этот разговор, как ваш муж нам рассказывает, да? И может быть до вас что-то еще дойдет помимо этого. И потом вы, может быть, еще раз зададитесь вопросом, кто тут кого менять не хочет. Потому что мы показываем все с первого дня, как есть. С первого дня мы все показываем, как есть. А у вас там до сих пор по телевизору потерь нет, все хорошо, а мы здесь пальцы кому-то отрезаем. Ну, задумайтесь, надайте мне нас всем, и может быть вы придете к выводу, кто кого менять не хочет. Ну, как только муж мой придет целый, невредимый... Я приду скоро целый, невредимый, только послушай меня. Просто я тебе скажу, что вот здесь глаза открываются по-другому. Ну, только давай сейчас не надо лишнего говорить, хорошо? Тебе еще сюда возвращаться и здесь жить. Я не собираюсь оставаться как там, я ничего личного не сказал. Я сказал все, что я увидел на своих глазах, а то, что личного я ничего не сказал. Думаю, ну, дома все нормально. Тебе хорошо там мозги промыли, да? Дома все нормально. Вообще жесть. Все нормально. Расскажите, как вам мозги промывают каждый день? Кормят, два раза в день, сигареты дают, купаться водят, в карты играют. А где ты живешь, там в сезоне или где? Нет, обычная комната, кровати, подушки, одеяло, все как у людей. Как дома, так я и живу. А как ему мозги должны были промыть? Зачем нам это делать? Купаться, в туалет водят, сигареты выдают, кушают дают, даже... Книги есть еще? Книги читаем, даже пиццу давали. На день независимости? На день независимости давали пиццу, пирог приносили. Кормят хорошо. Набрал пять килограмм. Повецу схуднул? Не-не-не, вы расскажите, как ему должны были мозги промыть. Вот мне очень интересно. Что Россия это такие террористы, фашисты, а вы там божьи одуванчики. Расскажите. Расскажите. Но я не видел тут фашистов и нацистов. Еще раз вопрос к вам. Слушай, ну да, я поговорю серьезно. Ну такой же клиент у нас первый раз. Расскажите, пожалуйста, меня Владимир звать. Вы меня, наверное, знаете, если... Подписано на канал. Лайки почему не ставить? Вот вы говорите, промыли мозги, что Россия такие фашисты-террористы. Вот еще раз к вам вопрос. А что российские солдаты здесь делают? Зачем они сюда пришли? Если они не фашисты, не террористы, зачем они сюда пришли? Они пришли помочь людям, которых мучают. Так. А вы видели этих людей, которых мучают? Нет, я же говорю, пока она не увидит, не убедится, собственно, глазами. Почему же? Правильно. Вот именно. Скажите, пожалуйста, Украина независимая страна? Наверное. Наверное? Так о чем с вами же разговаривать? Если вы даже не понимаете, что ваши солдаты пришли в независимую страну, потому что вам по телевизору рассказали, что они идут защищать, кого-то здесь мучают. Что значит фашисты-террористы? Ну хорошо, ладно. Хорошо, давайте я соглашусь. Вот как только он придет... А, Ни, вы уже условия сейчас не будете. Ты поменяешь свое мнение? Это надо было тогда, когда он сюда шел, ставить условия и думать. Так откуда вы же мы знали? Вам деньги надо были. Кто там на самом деле? Я не знаю, откуда вы могли знать. Надо было посмотреть, что российская армия под Киевом... Что она под Киевом забыла в марте? Вы не задумывались над этим? Шесть километров от Киева была армия России. Да, я не смотрела новости в марте. А, так вот в том-то и проблема, что вы ничего не смотрите и говорите своему мужу, что ему здесь мозги промыли. Чем? Правдой? Фактическими данными, о которых вы ничего не знаете? Так поинтересуйтесь, будете знать. Канал мой посмотрите, еще больше. На стриме поприсутствуйте, вопросы свои задайте, я вам расскажу. А давайте мы убьем вашего мужа и что вы скажете? Не, вы не улыбайтесь, у нас война. Давайте мы убьем его. Еще раз, можно? А то у меня ребенок. Да, у вас ребенок. Давайте наши военные убьют вашего мужа. Не надо убивать. Нет, давайте мы убьем, а вы что будете своим детям рассказывать? За что погиб ваш муж? Ну подождите, вы его убьете, он же сейчас получается не по форме, никак. Мы его оденем в его форму. Я форме. И просто он в форме. Он в форме. Мы его оденем в его форму и просто выпустим в город. Пойдете в город? Нет. Почему? Потому что тут ненавидят Россию, блядь. Прямо сейчас мы дадим вам... Прямо сейчас я уверен, что если я выйду сюда, сейчас даже где бы я ни находился, меня сейчас здесь убьют просто. Тут ненавидят Россию. Просто ненавидят. Ни один человек тут ненавидит Россию. Тут мирные граждане... Вот видишь, ненавидят. Мирные граждане, мирные граждане ненавидят Россию здесь. Уже мирные граждане ненавидят тут Россию. Где мы в поселке были, находится одна семья, которая просто, она чуть ли не говорила, что зачем вы сюда пришли. Людям с оружием. Людям с оружием. Посмотрим, как мирные его будут благодарить за освобождение. Жаль, если ничего о России ненавидят, жена же не понимает, чего Россию ненавидят. Ну, ребенок плачет. Все, ладно, хорошо. Все, давай, я скоро приеду. Жена ваша не понимает, почему она, знаете, она мыслит с телевизором. Вот видишь, ненавидят... Когда я сказал за зомбоящик, я же говорил зомбоящик. А по телевизору не раз рассказывают, что украинцы ненавидят россиян. Почему же я изначально... А это же наше право сидеть у нас дома и кого-то навидеть или ненавидеть. Вот с этого надо начать, во-первых. А во-вторых, есть ли причины ненавидеть? Я же вот как бы объясняю то, что вот в России зомбоящик, тот ящик, который располагает, он зомбирует людей. Он рассказывает по телевизору до такой степени все доходчиво и ясно. И когда народ уже один, второй, третий, четвертый, пятый будет объяснять одному и тому же человеку, что все, виновата во всем Украина. Естественно же, тот человек, он начнет задумываться и понимать, как же сейчас она. И тот человек, который побывал здесь и увидел все своими глазами, только он начнет понимать. Естественно, я приеду и, как говорится, промыли мозги. Мне не промывал никто мозги, я видел все собственными глазами. И я ей покажу, ну, в смысле... Самый главный вопрос, которым она мне задается, что российские военные делают... Вот это все про защиту... Она же ответила. Она же ответила, защищает мирный народ от... Защищает мирный народ от кого? Если мирный народ здесь жил спокойно, мирно, пока сюда российские военные не пришли. Что они делали под тем же Киевом? Под Харьковом? В Сумах? В Чернигове? Ну, я же предлагал, что это Черниговка. Где находится Донецкая область, где Черниговка? Ну, вот. Не Черниговка, как я... Чернобаевка. Чернобаевка, да. Чернобаевка, да. Ну, вот они живут здесь, в разных направлениях находятся. Почему вы освобождаете здесь народ, а находите Чернобаевку? Да. Либо Максимовка, либо направления разные. Ну, почему так? Идем в город? Да нет. По форме? Ну, мы, конечно, по форме. Не-не-не, спасибо. Не, ну, жене надо показать, как бы, освободить. Пускай жена, даже я не пойду в город. Не, так мы же можем и не спрашивать. Ну, не хотелось бы, честно говоря. Украина, украинцы ненавидят россиян, знаете... Не хотелось бы только потому, потому что, ну, что, что я увижу, что я знаю, то, что я знаю, то, что я увижу. Не хотелось бы этого ничего. Ну, всем... Смотрите, вот Россия на протяжении уже полугода просто берет и бомбит украинские города. Я знаю. Ну, вот это вот, там, не склады, там, какие-то боеприпасов, как там по телевизору уже сказали, а просто реально мирные города. Зайти в любой паблик, зайти даже на мой телеграм-канал, ссылка, на котором есть, сейчас я вам покажу одну штуку. И вы это все увидите. Да он это знает все. Что ты ему будешь показывать? Нет, я просто показываю прав мир. Вот просто оно сейчас мне пришло, понимаешь, это кто-то из наших закинул на канал. Вот. В ИСУ подготовили к интервью новых освободителей. Это мой канал, видите, вот. Вот новые ваши. Ну, это да, наши. Мы пытаемся понять. Мы пытаемся понять. Вот они сейчас сидят, вот они сейчас будут сидеть здесь, как вы. И как вы сейчас будут рассказывать такую же историю. Как вы или как кто-то другой будут сейчас рассказывать такую же историю. А почему, будучи там, в составе, вот, когда вы, пока вы там находитесь, вы не разворачиваетесь, не едете домой? Не пускают, не увозят. Не увозят. Люди есть, которые люди писали, которые отказ писали, но их не увозят. Их не увозят просто. Почему? Вот человек пришел, вот, ну, я знаком сюда, я с кем приехал сюда. Человек, он приехал сюда. После первой работы миномета, нашего же миномета, он убежал с НП, сел в окоп. Я подхожу, он говорит, ты что делаешь? Он говорит, миномет работает. Я говорит, а наш миномет работает. Он говорит, все, я больше не хочу здесь находиться, я буду уезжать. Он написал рапорт. Пошел до командира роты, его отвели. Он дал этот рапорт командиру роты. командир вот и что сказал я ничего не знаю иди сиди наблюдай максимум что горит с тобой сделаю отправлю тебя в тыл ну знаешь что в тылу извините за выражение тебя там просто не будет гнобить гнобить потому что ты получается кто кто отказник ты отказник ты отказался защищать родину отказался служить там россии ты сюда для чего шел служить ты знал куда ты шел как говорят. Все они вот так, ты знал, куда ты шел. И никого не отправляют до того момента, пока у тебя не закончится контракт. Никого не отправят в Россию. И не отвозят. Это уже не единичный случай, когда уже просто люди отказываются, потом их кидают в тыл, но им не платят ни зарплаты, ничего не платят. Они просто сидят в тылу. Они сидят в тылу, потому что все, они отказаны. И к ним такое отношение, как к свиням. Как будто они попадают в флен у себя. Так лучше, наверное, чтобы к тебе отношение было как к свиней, чем ты будешь нацистом, тупо. Ну это тоже верно. Ну в гермо. Верно. Так почему? Мы пытаемся как-то привысить. Я говорю, человек, который не побывавший в Украине, он не поймет этого всего сам. И не поймет, он даже вот жене. Мы объясняем. Она не поймет, пока я домой не приеду, и я ей все не доходу. А давайте сделаем. Ну не надо в город везти. Город по форме у вас никто не повезет, потому что вы обменный фон. Вы что, не понимаете? Вот эти люди, которые убьют, я знаю то, что убьют. Мы не хотим забрать своих людей, поэтому к вам и отношение нормальное, потому что мы за своих думаем. Россиян никак невозможно переубить. А почему это? А нам вот говорят, что это Украина. Переубедиться Россиян только тот, который пришла к вам, поймите. Украина к вам не пришла и не собиралась. Вот в чем вся суть. И то же самое с обменом. Когда говорили, что Украина нападет на Россию, если бы Украина напала на Россию, если бы Владимир Владимирович Путин не напал бы на Украину. Просто взять даже географию. Взять Россию, взять Украину. Ну это же можно логически подумать. Ну Украина что? Неужели тут же не дураки сидят же тоже? Нет. Можно брать не масштабы, а конкретно вооружение. Мы ролик специальный выпустили. Это даже конкретно вооружение. Тысяча танков против сто. Фактически вот так это можно. Вот сто танков поехало напасть на тысячу. На Россию. Да, вот так вот. Ну это же логично подумать. Вот об этом же все, что и весь разговор. Есть у тебя что еще? Нет, ну тут можно много говорить. Я думаю, что вы еще много могли бы сказать, но не сказали. Ну такого рассказа. Неделя всего. Если бы я был здесь больше, может быть что-то и больше, но я за неделю... А можете обратиться к своей супруге? Да. И попробуйте ей рассказать то, что вот она... К супруге, к друзьям. Просто к супруге и к друзьям. Да я можно обращусь не то, что к супруге, к друзьям, я обращусь ко всем россиянам. Ну, давай. Я хотел бы обратиться ко всем россиянам, чтобы люди, которые идут подписывать временные контракты, идут подписывать там не только время, там долгосрочные контракты, чтобы вы задумались. И просто я никого не призываю этого делать. Ну, это как бы мой совет, как бы, я не знаю, не идти на чужую территорию и не считать себя освободителем или еще кем-то. И не идти, получается, не бежать за деньгами. Деньги, эти деньги, которые нам достаются, как говорится, находясь здесь в Украине, мы эти деньги зарабатываем чьей-то кровью, чем-то, чьим-то сыном, чьей-то дочкой, там, я не знаю, чьей-то семьей. И поэтому эти деньги, они кровавые деньги. А кровавые деньги, честно, я не знаю, мне, как гражданину даже России, мне не нужны эти кровавые деньги. Поэтому я... Мой совет, сидите, работайте дома, пускай... Никого я не призываю сюда идти. Продолжение следует...